Добрый вечер, РФТОВ. Сегодня отвечу на вопрос, как сказать на иврите кроме. Кроме на иврите это хуц ми. Слово хуц, само по себе оно означает что-то внешнее, наружнее, наружу. Ми это предлог обязательный со словом хуц. Хуц ми. Я сразу вас предупрежу, наверняка кто учился в Ульпане, вам рассказывали, что может звучать хуц ме, действительно так, в нормативном иврите. Но мы на этом не зацикливаемся. Если вы на начальном уровне, я рекомендую вам говорить хуц ми. Мы упрощаем задачу и мы во всех случаях говорим хуц ми. На каком-то более продвинутом этапе, когда вы захотите говорить на высоком стиле, тогда вы начнете отрабатывать в каких случаях, когда вы будете говорить хуц ме. Мы с вами запомним хуц ми. Итак, примеры в предложениях. Он учится каждый вечер, кроме воскресенья. Хуц ми это кроме. И обратите внимание, ми пишется слитно с последующим словом. Все однобуквенные части речи пишутся слитно с последующим словом. Хуц ми йомри шон, кроме воскресенья. Йомри шон, дословно первый день, воскресенья. Йи охелит коль даг, хуц ми сальмон. Она ест любую рыбу, или каждую рыбу, дословно, кроме хуц ми. И сальмон это лосось. Она ест любую рыбу, кроме лосося. Аханут о ведет коль эрев хуц ми йом шлиши. Этот магазин, конкретный магазин, работает каждый вечер, кроме хуц ми йом шлиши. Дословно третий день, это вторник. Следующее предложение. Леха тула, или лаха тула, ба им коля хаверим. Хуц ми дима, ху ло я холь. На свадьбу приходят все друзья, кроме димы. Хуц ми дима, кроме димы. Он не может, ху ло я холь. И последнее предложение. Хуц ми гвина, веша менет, эйн ба мекарер клум. Хуц ми, кроме... Хуц ми гвина, кроме сыра, или кроме творога. Веша менет, эйн ба мекарер клум. Я надеюсь, это было не очень сложно и понятно. Я предлагаю вам, любому желающему, написать под материалом в комментариях три ваших предложения, которые вы сами придумаете. Со словом, кроме... Я их проверю. И в случае, если там будет какая-то проблема, я вам напишу, исправлю ваши ошибки. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.